Сколько у нас? Час сорок. У нас сегодня прозора по уборке в лаббище. Кто хочет поучаствовать еще? Не поздно сегодня встретить? Поздно. Владимир Васильевич, припяти работаем в стабильном режиме, платим налоги, зарплату. На данный момент было получено письмо от депутата городского совета Гунько по поводу уборки кладбища Ульяновского. Дан ответ, что на данный момент управлением ЖКХ Раду закупили послуг с благоустрою кладовища города, как распорядок бюджетных костей. А кошты в размере 200 тысяч гривен занятий содержащего замовника и операционной послугой. Враховую, что еще вказано, рекомендуем вам вернуться к управлению ЖКХ по вашему запросу. То есть, поскольку эту услугу сейчас проводим не мы, мы рекомендуем депутата обратиться в соответствии с законодательством. По вопросу, там поднимался вопрос по кладбищу, по Кулиниевскому, когда были разломаны, повреждены оградки. За информацией в ЖРО, трактора работало там два трактора. Один трактор работал, насколько я понял, по ЖРО, фамилия указана, водителя тракториста. И второй трактор, это трактор Возвуковский работал, два трактора. Так вы еще раз говорю, вы определитесь, кто компенсирует вред, который причинен этим трактористам? Если я ездил в ответ ЖРО, они дали письмо, что их трактор там не работал. На самом кладбище они не работали. Единственное, допустим, по нашей информации, которая совпала у нас, это 21-го числа января. Были похороны, которые организовывала Зинченко, Наталья Владимировна. Она привлекала технику частную какую-то, я не знаю какую. Они пробивали дорогу еще, потому что там была одна коллейка, то есть не могли автобусы пройти. Они расширяли. И по нашей информации, там, ну не знаю, там на какой-то частной основе, то ли отдельную плату, это тракторист проочистил эту аллейку. То есть тут надо, чтобы Зинченко тогда пояснил, а как, что. Потому что других тракторов там, ну как бы не было, по нашей информации. Каперитальные услуги ни с кем договор не заключали и ни с кем не работали. При уборке ЖРОвская техника не работала. Но если там и ЖРОвская работала, там ковш совершенно другой, он бы пошел нормально. Тем более работники ЖРОв эту трассу знают уже, какой темнаж, они бы не повредили. Смотрите, с 21 января мы не можем выяснить, кто разрушил эти оградки, Сергей Павлович. Вы директор коммунального предприятия. Я же не следствие, нет. У вас в уставе написано, что эти кладбища являются чем? Как там написано? Вашими структурными подразделениями. И вы не владеете, что у вас делается на ваших структурных подразделениях, Сергей Павлович. Ну надо было просить, запрос делайте на нее тогда. Хорошо. Я просто вам это говорил уже, ей говорил письмо. Ну так же, я сделаю еще раз. Это уже больше информации... Там про люди вообще не просят, я вам больше этого скажу. Если некоторые говорят, что это Абрамов дал такое разрешение разрушать эти оградки, или там пробивать трактором, то я уже больше этого скажу. Там моей супруги, родная сестра похоронена, там снесена полностью ее оградка. Вот кто выявил, я выявил впервые, что разрушена полностью. Мы потом прошли с моей супругой до конца кладбища и определили, насколько там объем разрушения. Вот так это было. Я же за себя уже не прошу, уже бог с ним. Мы уже за свои деньги поставим эту оградку. Вопрос для людей, для других, которые пострадали. Тем более они проявляют реальные чеки, вот сделали на тысячу гривен, восстановили. Если она не обращалась, мы дали ответ, допустим, по нам, то ни мы, ни Капер Греу, ни их письма, эти работы не проводили. То есть, я пойду ему установить лицо. Это надо или милицию записать заявление, чтобы милиция проверяла. 21 января, сегодня уже апрель месяц. Нет, так мы тогда сразу вопрос подниматься тогда, чтобы его подняли тоже. Так а вы ничего не сделали, как руководитель? Почему я ничего не сделал? Мы проверили, дали ответ и на Ахмару сразу дали. Она дала вам письмо. Мы тогда написали ответ, мы дали ответ, я вам скажу, когда. Третий вопрос, когда вопрос поднимался еще. Так, враховую, что ждет на сайте 30 и 34 про похоронную справу, благоустрой, плодовища компетенция Житовицкой Мирской Ради, и рекомендующего комитета так же, в связи с тем, что вам написано заявление Мимовского главы Абрамова, который на оперативную нарядь дав к зиму КП ЖРУ, разглядывая вопрос о восстановлении огородных, за счет винных людей, або за счет костей, которые будут выведены на благоустрой кладовища города. За ваше заявление, по факту, по хоскоджению оградки на Кулининске, предъявляемо, что к оперативной послуги, работа по расчистке аллеи из снего на Кулининске не проводило. Згідно листы КП ЖРУ от 01.03 в период снегопада, работы по расчистке Кулининске мы так же не проводили. Рекомендуемому в СИДИ по відновлению оградки, выполненных после відпадемельского главы Абрамова ВВП. То есть она к вам обратилась, вы дали ей ответ, и после этого она, по идее, должна была відновлювати, или это должна быть шкодовувати. Если бы не особо, то треба найти винную особу, поскольку, я так понимаю, ни ЖРУ, ни мы не проводили. Управление ЖКХ, которые это называли, тоже ничего там не проводили. То есть мне искать виновное лицо, которое совершило действия на территории вашего структурного подразделения, правильно я понял? Я правильно понял? Мейска? Я на что, я найду? В связи с законом, собственником является лицо, которое его установило. И оно в таком случае должно обратиться в милицию по факту повреждения оградки. И милиция тогда будет расследовать. Ну так по законодательству. Так, что еще? Ну предприятия в стабильном режиме. Есть жалобы определенные, приходят люди, тоже интересные жалобы. Их присылает, так понимаю, определенная комиссия. Не знаю зачем, но... Вот было звонение у нас определенных граждан, которые мы дали повторно. Людям, допустим, если там они выполняют какие-то работы с частными структурами, с частными лицами, с мериками давля, обращаются в суд в частном порядке или в милицию. Я вас просил пригласить на завещание городскому главе всех субъектов хозяйствования, которые заключили с вами договор. Скажите, не так дай, пригласите. Я уже делаю это без вас все. Вы поняли, да? Нет, вы же не говорите, да. Потому что есть проблема с вывозом бесхозных трупов и так далее, так далее. Мы решим, эту проблему решим. Пожалуйста, проверьте. А сколько же в прошлый год было выкопано могил вами, в вашем предприятии? Я сейчас точно не помню, но у нас в среднем в год бывает 350-400 могил мы выкопаем. А захоронений 900 примерно? Да нет, меньше. Но это умерших. Это умерших. Это умерших. А часть людей же, переводы в Дригород, в села, проводятся захоронения, допустим, на кладбище, которые мы не обслуживаем. А расходы предприятия у вас какие? Еще раз. Ну, расходы на содержание предприятия самоубийство? Нет, ну вы придете, я буду, значит, все вот так. Если надо, пойдете к нам, пожалуйста, я вам покажу документы. Не раз озвучивалось уже. Ну приблизительно. Ну приблизительно. Смотря на то, что работала комиссия депутатская, то в противоречии требований законодательства были осуществлены действия, которые называются препятствования работы депутата. Если не ошибаюсь, это 351-я статья Уголовного кодекса, которая предполагала депутатов местного совета. Документы им не были предоставлены.